Доброе утро, уважаемые трейдеры и все, кто интересуется мировыми рынками. Сегодня 13 мая, понедельник, первый торговый день недели. И мы начинаем наш краткий обзор по основным торговым инструментам. Евро в пятницу показало негативную динамику против американского доллара. Котировки пары евро-доллар ушли ниже психологического уровня в 1.30 ровно, достигнув 1.2930. Главной причиной падения евровалюты стал ожидаемый инерционный эффект после снижения ставки рефинансирования ЕЦБ и заявлений Мария Драги о готовности к дальнейшим стимулирующим мерам в случае необходимости. Фундаментальная картина для евро складывается негативная. Статистика по-прежнему не играет на руку единой европейской. Если макро статистика по США выходит в целом положительная, то в еврозоне она в лучшем случае нейтральная. При этом объявление Драги о переходе на ультрамягкую монетарную политику ЕЦБ говорит о том, что еврочиновники больше заботятся об экономическом росте в еврозоне, нежели о стабильности курса евро, что также оказывает негативное давление на котировки евро-доллар. Технически картина по евро складывается неопределенно, стахастик движется между 20 и 80 уровнями, а ADX ушел ниже 30 уровня, в то время как полосы бонжера показывают среднее значение. Все эти три индикатора вместе говорят о нейтральной динамике в котировках графика, при этом наличие рядом психологической отметки в 1.30 ровно должно еще больше сдержать активность трейдеров и еще больше снизить потенциал трендовости графика. В итоге можно сделать вывод, что на основании фундаментального анализа евро считается уже менее выгодной валютой по сравнению с долларом, и поэтому на сегодня мы ожидаем падение уровня единой европейской в район 1.2880-1.29 ровно. Японская иена в пятницу после сверхагрессивной валютной политики Банка Японии наконец пробила психологически важный уровень в 100 иен за доллар. При этом пробитие состоялось это еще в четверг, а в пятницу этот тренд продолжился. Котировки доллар-иена взлетели к уровню 102 иены за доллар. Общий рост графика за два торговых дня составил более трех фигур, а индикатор трендовости ADX сумел подняться выше 70 уровня в моменте. Однако уже маловероятно, чтобы котировки и дальше шли наверх без существенных драйверов, на что указывает в том числе и некоторое начало консолидации у текущих уровней. И поэтому мы ожидаем, что котировки японской валюты сегодня покажут восстановление относительно доллара США и в течение сессии курс может опуститься ниже 101 иены за доллар. Нефть в пятницу показала неопределенную динамику. Котировки марки Brent вначале рухнули к 101,5 долларов за баррель. Затем они восстановились выше 103,5 долларов за баррель, почти дойдя до 104 долларов. Вероятно сказалось противостояние двух противоречивых факторов. С одной стороны негативное влияние увеличения запасов в США, с другой стороны общепозитивный внешний фон. Фундаментально сегодня картина складывается определенно не в пользу нефти. Данные об увеличении запасов нефти и нефтепродуктов США на прошлой неделе, которые и так уже находятся на исторических максимумах, указывают на снижение потребления топлива американскими потребителями. При этом все позитивные новости, связанные со статистикой и смягчением монетарной политики ведущих ЦБ мира, очевидно, уже отыграны нефтиными трейдерами, но уже драйверов для роста котировок пока не ожидается. Однако технический анализ говорит о явной перекупленности в графике нефти. Так, например, стахастический осциллятор находится выше 80 уровня и сейчас уже показывает начало отката. В то время как ADX ушел ниже 30 уровня, а полосу бонжера показывают значение гиперволатильности. Все вместе эти три индикатора говорят об ослаблении текущего отскока и возможном скором падении графика. Сегодня общий фундаментальный фон ожидается в целом средний и статистики можно особо выделить лишь данные по рыночным продажам и производству в КНР за апрель и также данные по рыночным продажам в США в 12.30 по Гринвичу за апрель и по коммерческим запасам за март в США также в 12.30 по Гринвичу. На этом на сегодня все. Следите за рынками и выходящим новостным фондом. Удачной всем торговли и до свидания.